Новый учебный год несет не только радость и приятное волнение, но и опасность. В первую очередь это касается младших школьников, которые еще не до конца освоили правила дорожного движения. Как и где нужно передвигаться и что не стоит делать, оставаясь дома одним. Что предпринять родителям, чтобы путь в школу и обратно не привел к трагедии, подробнее в следующем материале. В детском возрасте на мир мы смотрим будто сквозь розовые очки. Школа, друзья, семья, все хорошо. Казалось бы, ну что может случиться? Но одно неверное или необдуманное действие может привести к трагедии. Стоит только не посмотреть по сторонам или выскочить на велосипеде на проезжую часть, и жизнь перевернется с ног на голову. Поэтому сотрудники госавтоинспекции неоднократно проводят профилактические рейды, чтобы еще раз напомнить детям, как вести себя возле проезжей части. Дети знают правила хорошо, рассказывают их, объясняют. Но при проверке их поведения на пешеходном переходе было установлено, что они начинают иногда перебегать дорогу до того, как включился зеленый сигнал светофора, либо когда он уже мигает, либо начинают, не посмотрев по сторонам, переходить дорогу. Это вызывает беспокойство. В первую очередь этот факт должен вызывать беспокойство у родителей, особенно детей младших классов. Стражи дорог рекомендуют еще раз провести дома так называемую проверку знаний, посмотреть, помнит ли чадо правила и закрепить их на практике. Лучше всего пройти вместе с ним по улицам, только не за ручку, а дать свободу действий, контролируя поведение со стороны. Но не только дорога несет угрозу. Наш маленький город может похвастаться своей спокойной обстановкой. Тем не менее, полиция рекомендует быть на чеку. Дети должны остерегаться незнакомых людей, знать возможные уловки и не идти на контакт. Мы хотим попросить всех родителей, чтобы они еще раз провели подобную профилактическую беседу со своими детьми. Напомнили о том, как нужно себя вести либо на улице, либо дома, если они находятся одни дома. Им ни в коем случае нельзя рассказывать посторонним людям о том, где сейчас находятся их родители. То есть не отвечать на звонки в тот же домофон, или если к ним в дверь стучатся и спрашивают, где родители, или просят открыть их дверь. Эти, казалось бы, простые правила запомнить легко с первого раза, но не для детей. В силу своей наивности они редко видят в людях зло и с легкостью доверяют. Здесь должен был быть вывод. Но хочется закончить случайно услышанные цитаты одного психолога, которая прочно врезалась в память. В погоне за работой, в домашних делах мы забываем о самом главном. Постоянно ссылаемся на нехватку времени. Его просто нет, чтобы в десятый, в сотый раз объяснить детям очевидное. Слишком заняты. Но вы с легкостью сможете пережить подгоревший ужин, неудачи в карьере или выговор от начальника. Гораздо страшнее пережить ребенка. Анна Корязина, Николай Горкуша. Специально для новостей.